МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрген. Крик криминал-комментарий. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе с турпутёвкой в полицию Ахиллесова пята российской туриндустрии мебельная пирамида Дорогой дальней в казённый дом Гламурная трава Разноцветные сюрпризы в почтовых ящиках Наша съёмочная группа вновь выехала с иктывкарскими автоинспекторами в вечерний рейд по нетрезвым водителям Первые два часа обстановка на дорогах столицы была относительно спокойной Ближе к полуночи нашлись нарушители, которые рискнули погонять под шофе Подробности в репортаже Таисии Шляхтиной В этот раз относительно спокойную обстановку в микрорайоне орбита подпортили три водителя, севшие за руль в нетрезвом состоянии Причём двое из них, требования автоинспекторов остановиться, проигнорировали и продолжили движение Одного остановили практически сразу, а вот погоня за другим оказалось дольше и напряжённее После круга другого водитель иномарки заехал во дворы Из тупика было уже не выбраться Вопреки ожиданиям инспекторов устраивать забег по пересечённой местности нарушитель не решился Молодой человек оказался под шофе и, видимо, адекватно оценивал свои спринтерские силы Однако спорить с сотрудниками ГИБДД нетрезвое состояние ему не помешало А по части знания своих прав нарушитель оказался весьма подкованным Мол, процедура ему известна В соответствии с кодексом обнестрелившего правонарушения статьёй 25.1 Вы как лицо Вы можете мне не разъяснять вообще ничего Такого порядка Откуда у нарушителя такие глубокие юридические познания стало понятно, когда его фамилию пробили по базам данных ГИБДД С 2007 года у молодого человека 17 нарушений В основном это превышение скорости неправильная парковка и проезд на красный сигнал светофора Теперь в послужном списке ещё и вождение в нетрезвом виде Ставить свою подпись в протоколе водитель отказался а проходить медицинское освидетельствование в машине ГИБДД не стал Объяснил тем, что вместо сертификата на прибор ему предоставили лишь копию Я вам предлагаю протить данную процедуру Вы мне показали сейчас документ в руках который не соответствует нормативным документам Почему не соответствует? Потому что вы сказали ксерокопия Оригинал хранится дежурной части ГИБДД МВД России Ну, а потом я узнаю прибор Почему? Почему? Вам показали ксерокопию Потому что это ксерокопия Оригинал, пожалуйста А вот пройти осмотр у врача-нарколога подвыпивший лихач согласился За его автомобилем приехал эвакуатор Теперь со штрафстоянки вывезти машину самостоятельно нерадивый водитель не сможет Придётся кого-то просить От управления транспортным средством его отстранят на срок до двух лет Оказалось, таких лишёнников в Сыктывкаре уже сотни, если не тысячи При проведении профилактических мероприятий таких как массовые проверки а в том числе мероприятия нетрезвый водитель значит, проверяются водители на состояние опьянения То есть таких водителей с начала месяца было выявлено порядка 50 Кроме того, с начала года уже более 300 С начала года в Сыктывкаре по вине нетрезвых водителей участников ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести К счастью, никто пока не погиб Судя по результатам постоянных рейдов пьяных за рулём меньше не становится так что угроза от их неадекватного вождения по-прежнему высока Сыктывкарский суд передали уголовное дело в отношении директора фирмы Феникс Тур Столичный бизнесвумен обвиняет в присвоении и растрате с использованием служебного положения 43-летняя женщина на допросе во всём покаялась что она рассказала следователю выяснил Евгений Иршов Вместо отдыха на египетских курортах Хургаде и Шарм-эль-Шейхе пятерым жителям Сыктывкара и Усть-Вымского района пришлось отправиться в полицию они жаловались на невыполнение обязательств агентством Феникс Тур эта фирма появилась в столичном микрорайоне Орбита пару лет назад сначала дела шли успешно а вот осенью прошлого года начались проблемы финансовые Данная гражданка она брала эти деньги проплачивала часть от этих денег за туристическую путёвку а оставшую часть она не проплачивала соответственно ту путёвку она сгорала и деньги тоже они сгорали ущерб причинённый потерпевшим составил 200 тысяч рублей руководитель фирмы 43-летняя мать двоих детей вины не отрицала оказалось в прошлом году женщина уже была судима за мошенничество пришлось влезать в долги проблему бизнесвумен пыталась решить за счёт новых клиентов обвиняемая пояснила что денежные средства ей были необходимы для оплаты туристических путёвок предыдущим клиентам которые уже ранее заключили с ней договора а также на иные нужды непосредственно связанные с деятельностью организации сейчас фирма закрыта её хозяйка ожидает судебного вердикта ущерб пострадавшим она пока не возместила за присвоение и растрат уверенных денежных средств в крупном размере ей грозит до 6 лет лишения свободы а вот другой столичной предпринимательницы обвиняемой в хищении средств своих клиентов уже вынесли приговор Елена Елисеева хозяйка мебельного салона галерея Грант в поле зрения сотрудников полиции попала год назад на неё пожаловались недовольные покупатели которые заказали товар внесли предоплату но так ничего и не получили в ходе проверки факт мошенничества подтвердился возбудили уголовное дело следствие проверив бухгалтерские документы выяснило потерпевших было порядка 30 человек были установлены дополнительные лица кто ранее заключил с ней договор составили список въезд и в ходе проверки потом их дополнительно обзванивали и в ходе общения говорили кому-то уже денежные средства были возвращены кому-то нет желающие они обратились с заявлением конечно сразу договор с клиентами бизнесвумен заключал только на условиях предоплаты а расчеты вела через банковские счета мебель обещала поставить за месяц-полтора и когда уже прошло две недели после сечения срока договора я забила тревогу и пришла к ней в офис на что она ответила мне что в понедельник у вас есть возможность у них есть возможность привезти ко мне кухню и в 10 часов придут сборщики которые мне ее установят в понедельник никто не пришел я обратилась в ее салон салон был брошен и я сразу же подала заявление в полицию один из самых крупных заказов на столовый гарнитур кровати тумбы зеркала и кабинетное кресло составил 1 миллион 200 тысяч рублей общий ущерб составил порядка 7 миллионов оказалось это вполне типичная пирамида где новые клиенты по сути оплачивают товар предыдущих покупателей при такой схеме введения бизнеса даже небольшая финансовая проблема может обернуться полным коллапсом денежные средства которые были получены от данных покупателей как в ходе следствия было установлено были потрачены на заказ и поставку мебели тем заказчикам которые ранее обратились ранее обращались в данный магазин плюс часть денег средств была потрачена директором организации на оплату кредитов и кредитов кредитных банковских карт а также на свои личные нужды Елисея вину признала и попросила рассмотреть уголовное дело в особом порядке без длительного разбирательства в этом случае наказание обвиняемому снижается на треть часть потерпевших на это не согласилась и настояла на исследовании всех эпизодов предъявленного обвинения впрочем они были уверены что предпринимательница выйдет сухой из воды и получит условное лишение свободы все были в шоке когда судья огласила вердикт два года колонии поселения приговор еще не вступил в законную силу нам стали известны подробности новогодней спецоперации наркополицейских в оркуте силовики обезвредили целую группу сбытчиков гашиша и амфетамина которые распространяли их путем так называемых закладок место для треников было придумано крайне необычное почтовые ящики причем совершенно посторонних людей репортаж Константина Куратова на этих кадрах оперативной съемки ФСКН так называемый закладчик показывает один из своих тайников кроме двух маленьких свертков в почтовом ящике больше ничего нет а вот другая более крупная закладка лежала уже среди обычных коммунальных квитанций также добровольно в присутствии понятых задержанный ворхутинец выдал главный схрон где хранилась основная партия товара он располагался в обычном гараже под потолком укажите пожалуйста где и что находится это у вас чердак да я так понимаю там находится что порошок красного цвета как называется порошок просто народе водянофетамин а еще что и гаши что-нибудь сколько примерно там гаши же находится 70 с чем-то грамм доставайте кроме увесистых пакетов с зельем там же хранились и электронные весы для взвешивания продуктов использовались явно не по назначению это что весы зачем они у вас для вот этих процедур для каких для взвешивания ну а для чего взвешивания вот эти вот закладки закладки да задержанный пояснил пакет с гашишем и амфетамином ему передал знакомый воркутинец еще один их общий знакомый отбывая наказание в колонии по телефону распоряжался где и какую закладку нужно сделать эта трия попала в оперативную разработку наркоконтроля несколько месяцев назад разоблачили его перед самым новым годом теперь им грозят большие сроки данная группа занималась сбытом указанных наркотических средств можно сказать мелким оптом путем закладок почтовые ящики нами установлено несколько сбытов ну и также изъят закладок которые они приготовили к сбыту данная партия буквально перед задержанием она пришла к ним пришла в город они естественно спрятали буквально в гараже и после чего занимались фасовкой и дальнейшим сбытом наркотиков курьера задержали в начале января молодой человек тоже добровольно выдал еще несколько пакетов с розовым амфетамином это так называемая скорость относится к разряду психотропных веществ в общей сложности было изъято больше килограмм мозелия в 2015 году это самая крупная партия дурманов в Орхуте впрочем наркоборцы заполярия на достигнутом вряд ли остановятся на этом наш выпуск завершен в студии был Эдуард Бушуев все подробности этого и предыдущих выпусков программы на нашем сайте юрган.рф следующий обзор криминальных событий региона смотрите во вторник берегите себя и своих близких Редактор субтитров А.Семкин